Наша культура всегда говорит об этике и даже преподает этику в школе, поведение, характер. Мы все разбрасываемся этими словами и делаем это регулярно, но он говорит нам, что когда вопрос касается характера и поведения, то никакой доброй воли или добрых намерений, усилий или чего-то там еще не хватит для того, чтобы достичь желаемого эффекта. Эти люди дают вам ложные советы, говорят ложь. Они не ведут вас в больницу, чтобы показать результаты вождения в нетрезвом виде. Они не ведут вас в венерическое отделение, чтобы показать вам результаты разгульной половой жизни. Они не ведут вас к психиатру или психологу, чтобы показать разбитые сердца, эмоции, разрушенные отношения, страх близости и боль зависимости. Они не делают этого. К сожалению, вам приходится переживать это на личном опыте. Но Бог предупреждает нас. Псалмапевец говорит нам то, что мир никогда, слышите, никогда не поймет. Он говорит, чем раньше вы начнете наполнять разум и сердце Словом Божьим, тем больше его силы вы переживете, когда повзрослеете. Чем раньше вы сделаете свое сердце домом для Слова Божьего, тем больше мира, уверенности и радости вы получите со временем. Я даже не могу назвать вам число людей, с которыми я повстречался за 45 лет служения, и которые страдали от ужасных зависимостей и разрушительного поведения. Они не могли найти общего языка с супругом, не могли любить другого человека. Все это является результатом плохих зерен, которые были посажены в начале их жизни. Привычки и отсутствие самоконтроля начинают развиваться в начале жизни. Но слава Богу, тысячи, миллионы раз, слава Богу, что в любом возрасте и состоянии Слово Божие имеет силу к очищению. Сила Слова Божьего не только очищает, но и управляет. Десятый стих говорит, «Всем сердце моим ищу Тебя, не дай мне уклониться от заповедей Твоих. Иными словами, сохрани меня под управлением Слова Божьего». Ситуационную этику преподают даже в христианской среде и христианских колледжах. Она учит, что наши действия зависят от обстоятельств, от окружающих. Но что делает сила Слова Божьего? Первое. Очищает. Правильно. Второе. Управляет. Третье. Исправляет. Слово Божье говорит, поступай правильно. Когда никто не смотрит, когда Иосифа продали в египетское рабство, как вы знаете, Библия еще не была написана. Слова Божьего не было. Но папа Иаков, дедушка Исаак, и, скорее всего, прадедушка Авраам, научили Иосифа страху Божьему. И этого было достаточно. Во времена искушений Иосиф мог подумать, «Я могу взяться за политику? Могу взяться за дом фараона? Стать богатым, могущественным человеком? Иметь успех в конце концов? Это мой шанс». Но он сказал «нет». Сила Слова Божьего очищает. Оно управляет и исправляет. Почему так? Потому что в Слове Божьем есть неописуемая сила. Во-вторых, существует неизмеримое превосходство Слова Божьего. Прочитайте сами с 13 по 16 стих. Возлюбленные. Наше поколение знает цену всего и не знает ценности ничего. Ценность Слова Божьего неизмерима. Никто не может просчитать его. Слова Божьего неизмерима.